Друзья, не могу не нарадоваться своим новым букетом. Очень мне понравился. Такой он красивый. Моя любимая гортензия. Хризантемы, розочки. Очень красивый букет. Букет гвоздики. Все в одном букете. Все цветы, которые я люблю. И лилия даже. И лилия даже распускается. Очень красивый букет. Радует меня. И пахнет, кстати. Друзья, новенький рецепт у нас на канале. Буду первый раз готовить кабачки по такому способу. По такому методу. Итак, все ингредиенты я уже подготовила. У нас будут оладушки. Итак, нам понадобится кабачок. Нам понадобится картофель. Все я натерла на крупной терке. Нам понадобится сыр. Сыр у меня покупной моцарелла. Уже был натертый. Также нам понадобится овсянка. Я ее перемолола. И получилась овсяная мука. Вот. 70 грамм. Значит, один цукини, один картофель. 70 грамм овсяной муки. Зелень. У меня петрушка, укропчик. И яйца. Значит, перемешиваем все. Добавила соль. Добавила перец. Добавила специи. Но немножко они острые идут. И добавила копченую паприку. Теперь опять все перемешиваем. Затем формируем котлетки небольшие. И вваливаем муке. Затем отправляем жариться в масле. Так, ну что, друзья. Вот такие вот красавчики получились у нас. Скорее всего, похоже больше на котлетки, чем на ландушки. Ну, в общем, какая разница. Главное, чтобы вкусно было, правда. В общем, не терпится уже попробовать. Потому что действительно сочетание всех ингредиентов это что-то такое интересное и необычное. Поэтому уже не терпится попробовать. Такие вот котлетки, оладушки кабачковые. Буду подавать с красной рыбкой. Рыбку мы сами засаливали. Получилось очень вкусно. Больчики ближе. Честно, честно, честно. В общем, жду, пока боль удастынет. Так, надеюсь, все приготовилось. Пропеклось, прожарилось. Так. Так, сыр. Не забывайте, что внутри еще сыр есть. Так, не знаю, пока попробовать надо. С рыбкой. Давайте сначала без рыбки. В общем, буду первую Ульяну кормить. Она пришла со школы. Пахнет так кабачком. Друзья, это очень вкусно. Все прожарилось, все приготовилось. А теперь с красной рыбкой. Боже, это будет что-то взрывное. Ресторанные блюда, я вам скажу. Очень классные. И горочка такая хрустящая. Друзья, это очень вкусно. Честно, честно. Мне такое нравится. И овсенка, кстати, чувствуется хорошо, что хорошо. По рецепту можно было добавить еще морковку. Но у меня ее... У меня закончилось, поэтому я не добавляла. В общем, классный рецепт, друзья. Хозяюшки, приготовьте. Кто еще до этого времени не успел приготовить этот рецепт. Потому что это очень вкусно. Честно, честно. Сумасайте. Я, конечно, название шеф-повара не претендую. Но я знаю одно, что я вкусно готовлю. Я стараюсь. Стараюсь для своей семьи. Стараюсь их удивить. Чтобы было какое-то разнообразие. Ничего не надоедала. В этой жизни в целом. Друзья, классный рецепт. Рекомендую. Ой. Друзья, едем в одно место. На спецзадания. Едем посылки отвозить. Вернее, передать подарки. Вот первая коробка. Антон уже грузит ее. Машину. Благо, ей о чем поделиться. Вот еще точно такая коробка. Точно такая коробка. Мусора. Мусора сколько нам намело. Смотрите, друзья. А еще красивое у нас крыльцо. Красивое крыльцо. Так уже похолодало. Мне так вот эти вот цветочки понравились. В следующем году опять их куплю. Именно такой раскрас. Очень красивый. Ой, надо полить, я думаю. Немножечко привяло. Позже скажем, поделимся информацией, сколько мы заплатили за такие две большие коробки. Но не дешево, однозначно. Так, друзья, вернулись мы с посылок. Вернее, с места, где мы отправили посылки. Две большие коробки. В Украину. Две тяжелые коробки. У нас как-то уже эта традиция. Каждый год в конце года мы отправляем, стараемся на праздники отправить. Получилось у нас, короче, супер дорого, 366 долларов, чтобы отправить. Да, представляете, без содержания. Одна посылка 28 килограмм, вторая посылка 22, но из-за того, что они по размерам одинаковые, то есть по цене они вышли одинаковые. Там разница 10 долларов. Поэтому все, будем надеяться, что все дойдет нормально. Пойдет оно кораблем около двух месяцев. Отслеживать, кстати, можно по приложению. Хорошо. То, что они нам выставили, так что все. Да, всегда, всегда доходили посылки. Я, как истинный цветовод, занимаюсь тоже, конечно же, размножением. Все это дело я... Боже, как истинный красивый. Серебром так и переливаются эти листики. Подрезаю все, потом наращиваю корешки в воде. И все, вот вам уже целенький, целенький вазончик, горшочек. Боже, смотрите, какая красота. Обожаю этот сындапсус, обожаю. Он очень красивый. Очень-очень. Смотрите. Ну-ка, как? Как такое может быть? Это природа. Это не фильтр. И это не какой-то фотошоп. Это природа. Вот это вот серебро. И оно еще на солнце. Она действительно блестит, получается, переливается. Классно. Можно будет продавать, кстати. Заниматься уже продажами. Не дарением цвета. Боже, какой он красивый. А именно продажами. Ой, пашечки. В общем, друзья, черенки будут мои укореняться. Вот такой вот горшочек получился. Значит, это у нас сындапсус. Очень красивое и неприхотливое растение. Обожаю его. Так, друзья, это у меня в евременном золотистый. Очень красивое растение. В прошлый раз я тоже обрезала, наращивала корешки. И получился у меня один красивенький горшочек. Он находится у меня в комнате. Я, наверное, сейчас вам покажу, какую форму и красоту такие вот горшочки могут приобрести через некоторое время. Вот, а так понятно, какие-то палки. Но ничего, оно примется. Нарастят новую корневую систему уже по-хорошую. Да, не слабенькие корешочки будут. И будут выпускать листик за листиком. Вот. Такая вот красота. Это меня успокаивает. Это меня расслабляет. И вообще это интересно занятие, знаете. Заниматься цветоводством, озеленением. Друзья, давненько мы не показывали вам нашу спальню. Обновила я шторы. Вернее, поменяла я шторы у нас не новые. Это старые наши шторы. Мы пользовались такими шторами, когда жили еще на квартире. Вот. Решила что-то поменять и повесила на другие шторы. Вот вроде как сюда тоже вписываются в интерьер. В общем, что-то новенькое мне нравится. В этой комнате много зелени. Это правда, да. Мы хотели давно, чтобы наше пространство было уютным, зеленым. Поэтому, поэтому, поэтому в нашем доме много зелени. Плюс это мое хобби. Я этим увлекаюсь. Мне это нравится. Покажу новинки. Значит, месяц назад я покупала папоротник новый. У меня один есть, он большой, огромный, безумно меня радует. Я решила купить совсем другой. Не знаю его сорт. Листики напоминают листья морковки, петрушки. Что-то в этом есть. Такой он кудрявый. Мне он сильно нравится. Что тут у меня? Спатьфилу. Это старожил. Но также, кстати, он недавно в этой комнате. Мне кажется, ему все нравится. Также помните, месяц назад я укореняла свои черенки. Это были срезы. С моих растений. Например, филадендрон. Вот он красавец. Посмотрите, как он красиво распушился. Растет. Ему все тут нравится. Я довольна, как он реагирует в этой комнате. И освещения ему такого достаточно. Выпускает новые листики. Филадендрон у меня уже есть. Он супер быстро растет. Неприхотливое растение. Удлиняет очень быстро свои плети. Поэтому я постоянно его обрезаю. Получается, это у меня уже второй горшочек с этим растением. Точно такая же самая история с эпипремнумом золотистым. Тоже самое месяц назад я наращивала корешки. И потом все укореняла в земельке. И вот такой вот кустик у меня получился. Тоже ему все тут нравится. И подходит точно такое же. И подходит такое освещение. Не супер яркое. Вот. Вот такой вот красавчик получился. Также я забрала с Ульяниной комнаты еще один филадендрон. Лемон лайм. Как-то так. Или неон лайм. В общем, неважно. У него тоже такие самые листики. Форма сердечка. Видите? Забрала с Ульяниной комнаты. Потому что я заметила, что ему такое освещение не подходит. Поэтому я его немножко поставила в затемненное место. Вот. Здесь у меня мое макраме. Одно покупное. То, что большое. Это моя работа. Панно. Нравится. Эта зима я обязательно планирую еще что-то такое сплести. Решила показать, потому что этого стеллажа в этой комнате не было. Это я недавно все сюда перенесла. Вот. И мне вроде как нравится. Вот. А еще меня зацвела фиалка. Обожаю это растение. Фиалку подарила нам мама. Очень она мне нравится. Нравится тем, что у нее очень красивое цветение. Цветочки махровые. И она так обильно цветет. Она только начинает цвести. Цветочка будет много еще. Есть бутончики. Вот. Стоит она у меня в этом месте. На подоконнике. Зимует тоже. Значит, подходит ей такое освещение. Можно сказать, яркое. И легкие. Все равно вот так на зимой тянет. Но она при этом себя хорошо чувствует.